Истинный свет Божий, и он светит, и его никакая тьма не закроет. Это имя нашего Господа Бога Иисуса Христа. Ибо нет другого имени под небом данного человека, чтобы спастись. Оказывается, вся эта тьма, она работает, чтобы заглушить имя Иисуса Христа. А сегодня день Рождества, и мы благодарны Богу, и это радостный день. Мы переживали, знаете, друг друга поздравляют, друг друга, вы знаете, приглашают в гости, встречаются, говорят о нерождества. Это слава Богу, братья и сестры, но сегодня мы пришли в Дом Божьей. Сегодня Бог будет дурить ко мне и каждому из нас. Давайте мы станем для Волитвы и будем молиться. Господи Божий наш, Владыка, небо и земли, что я при имени Твоим судьи. Я благодарен, Господь, за Твою Божью любовь и Божью милость. Я благодарен Тебе, Господь, что Ты родился и в моем сердце, Господь, Аллачий. Я благодарен, Господь, что Твоя Божья милость, она распростерта. Это Твоя, Господь, любовь сегодня, она говорит ко всем людям, живущим на Тебе. Господи, Ты пробуждаешь, Господь, этот мир. Господь, ты стучишь сегодня в сердцах, Господь, людей, Господь, Аллачий. Господи, через этот праздник Рождества, Господи, Ты говоришь, что Ты уже пришел на землю, Господи, Ты принес спасение, Господи, Ты принес людям, Господи, освобождение, Ты принес Твою миссию, Господи, тех людей, которые были измучены, которые были в рабстве греха и беззакония, которые не могли освободиться. Господи, пришел в этот мир, Господи, дал людям свободу, Господи, просил грехи и беззакония, Господи, сделал людей свободными, Господи, назвал сыновьями и дочерями, Господи, благорода Твоей Божьей милости и Божьей любви. Господи, мы Тебя не искали, Господи, Ты нашел нас, Господи, 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 спустился, ты довел по Библии, там, где находились мы, Ты вытелывал нас оттуда. Господи, если бы Ты не погнушался нами, но не погнушался нашими грехами, нашими одеждами грязными, Господи, Ты очистил нас, Господи, Ты омыл нас, Господи, Ты освободил нас, Господи, и Ты нас помиловал, Господи. А воочию, мы за все благодарим тебя И сегодня мы живем в Дом Божий Хочем поклониться тебе Воздать тебе всю славу, всю честь Господь Ибо ты один достоин Божия, ты достоин Что мы сегодня, Господь, свободны от алкоголя От всяких грехов От всяких болудов От всякого нечестия Только благодаря твоей любви и милости Что ты нашел нас, Господь И мы сегодня за все благодарим тебя Наш Бог наслаждает И это служение мы просим Бога славея Будь прославлен, Господь, и будь возвеличен Наш любящий Бог, Отец и Сын И Дух Святой Аминь Райся, мир, Господь, рядет Земля, и путь, и путь, и путь И путь, и путь, и путь, и путь, и путь И путь, и путь, и путь, и путь, и путь И путь, и путь, и путь Радуйся, мир, Христос пришел Церковь поют о нем А я сады, и путь, и путь, и путь, и путь, и путь, и путь И путь, и путь, и путь Субтитры создавал DimaTorzok 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 Господи, мы благодарны Тебе, что Ты и сегодня, Милуша, хранишь нас, позволяешь нам и даешь это благоприятное время славить, благодарить Тебя, рассуждать о Твоем славном и чудном приходе на эту землю для всего рода человеческого, чтобы искупить нас и дать нам, как Ты сказал, жизнь с избытком, жизнь вечную. Слава Тебе наш добрый пастырь, Отец, Сын и Дух Святый. Аминь. Дорогие братья и сестры, все присутствующие, мне хочется со всеми Вами в этот чудесный воскресный день еще сказать слава Богу нашему. За поистине это величайшее чудо, как в апостол Павел сказал, великая тайна благочестия, Бог явился во плоти. Это, братья и сестры, поистине величайшее чудо, что сам Бог уничижил себя и пришел и явился во плоти, чтобы дать нам жизнь, свет и разум. И надо сказать, братья и сестры, что эта тема Рождества, это поистине неисчерпаемая тема. Вот она начинается с первой книги, бытье и до последней книги. Когда сам Бог уже провозгласил и сказал, когда человек согрешил и сказал ей, в семье Твоем наречется, придет эта семья, которая поразит его в голову, ты будешь жалить петуху, а оно тебя поразит в голову. И вот через все эти божественные книги, Слово Божие, эта тема, она из одной книги в другой везде возвещается. Когда мы видим, Бог избирает этого великого праведника Авраама. Он заключает с ним завет, дает ему обетование. Бог его испытывает веру. И мы видим, как Авраам действительно это, повинуясь Богу, он все исполняет, всю волю Божью. Когда Бог ему говорит, принесь этого единственного сына в жертву, и Авраам это делает. И в этом сыне Исааки мы видим прообраз нашего Иисуса Христа. И дальше от Исааков рождается Иаков. От Иакова рождается уже 12 колен Израилев. И мы, как происходит дальше, Бог уже избирает этого великого праведника Моисея, который выводит народ израильский из рабства египетского. И Моисей провозглашает, что из среды тебя, пророка как меня, из среды тебя, из братьев твоих. Бог возбегнет пророка. Его, говорит, служите. И через все остальные книги, до последней книги Малахия, как Малахия в 3 главе, 1 стихом говорит, вот я посылаю ангела моего, который приготовит путь предо мной, и внезапно Господь придет в храм твой. Вот и посылаю ангела моего, и он приготовит путь предо мной, и внезапно придет в храм свой Господь, которого вы ищете, и ангел завета, которого вы желаете. Он идет, говорит Господь. Вот, братья и сестры, все эти величайшие события, надо сказать, что предсказано о нашем Господе Иисусе Христе, они все сбылись, все до одного сбылись. И не только что было предсказано о Его рождении, славном этом приходе, сказано о всем Его жизни, для чего Он пришел. Вот мы, братья и сестры, понимаем, когда рождается у нас человек, но мы абсолютно не знаем, какая его будусть, для чего Он и что, и как с Ним будет. Для нас это как бы тайна, загадка. Но вот о Спасителе, который пришел на эту землю, о нем уже было все предсказано, для чего Он придет, и что Он совершит. И можно сказать, все эти события, их можно как бы объединить в одно. Приход, рождение Господа Иисуса Христа, Его мессианский путь, Его страдания, смерть и воскресенье, и вознесенье, все это, все это выражается в том, для чего пришел Иисус Христос. И все это совершилось во всех этих пророческих книгах. Не надо сказать, братья и сестры, я хотел сказать, вот, прочитать от пророка Исаия, какие слова говорит он о рожденном младенце Иисуса Христа. Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут ему имя чудный, советник, Бог крепкий, Отец Вечности, князь мира. И вот в 11 главе, так же о нем. И страхом Господнем исполнится, и будет судить не по взгляду очей, и не по слуху своих решать дела. Он будет судить бедных по правде, по истине, и жертвам у своих поразить землю, и духом усвоить нечестиво. И подчинет на нем дух Господень, дух премудрости и разума, дух света и крепости, дух ведения и благочестия. Вот что сказано о нашем Спасителе, Господе Иисусе Христе. Вот какие титулы ему принадлежат. Но мы, братья и сестры, давайте все-таки посмотрим на то, как Христос пришел на эту землю, как Он истинный Бог, Творец и Создатель, как Он умолил себя, как Он уничижил себя, как мы вот читаем в 53 главе, пророк Исаий говорит такие слова. «Кто поверен слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня? Он зашел пред Ним, как отпуск из сухой земли, и не было в Ним вида невеличия, которое бы привлекало нас к Нему. Он был умолен и презрен, и мы не во что ставили Его». Вот, братья и сестры, как Христос пришел, как Он умолил себя. И я думаю, вот эти слова, которые, вот, как бы хотелось на них особенно обратить внимание, как Он умолил себя, и как Он уничижил себя. Я думаю, братья и сестры, они для нас очень полезны и важны в нашем духовном таком, как бы, вот, в нашем, в этих, как бы, характере в нашем, что как Он уничижил себя, как Он смирил, так, наверное, и нам, как Иоанн Преститель говорит, ему должно расти, а мне умоляться. Дай Бог, братья и сестры, чтобы вот эти слова действительно, и мы, как бы, нашлись они в нашем характере, чтобы и мы умолялись, и мы, как бы, братья и сестры, уничижали себя. Вот я хочу сказать, если посмотрите, Бог в первой книге «Бытье» говорит такие слова, в 26-м стихе, в первой главе, «И сотворим человека по образу и подобию нашему». Я думаю, братья и сестры, наверное, вот это еще, как бы, Бог, и сегодня это хочет, наверное, чтобы мы затворились по образу и подобию Его. Как святой апостол Павел сказал, послание особенно, «Дети мои, я как бы, снова в муках рождения, да поле вас не образится, не изобразится Христос». Поэтому вот эти слова, которые даже сказаны в первой книге по образу и подобию Божьему, дай Бог, чтобы мы действительно имели и нашли вот эти чувствования, вот этот характер Господень, чтобы они отобразились в нашей жизни. И мы, братья и сестры, конечно, вот все это, как бы, отмечаем и рассуждаем об этом первом, первом приходе на эту землю нашего Господа Иисуса Христа. Когда Он пришел, совершил все это порученное Ему дело, Он победил смерть и ад, воскрес во славе, вошел во святое святых и соделался нашим хадатам и заступникам, то теперь, братья и сестры, мы с вами все, наверное, ожидаем второго пришествия Иисуса Христа. И это, наверное, весьма чрезвычайно важно. В каком ожидании мы сегодня находимся? И как мы, братья и сестры, совершаем вот этот путь нашего спасения? посмотрите, вот если мы посмотрим даже на тот факт, когда Христос явился, Он явился кому? Кто первый услышал об этой великой вести рождения Иисуса Христа? Это вот эти пастухи, которые находились у ста своего, и вот им первым выпала эта великая честь узнать, когда хор ангельский провозгласил эту великую песню пропели, когда Сын Божий родился, Спаситель дал вам, и вот они услышали и пришли поклониться Христу и нашли Его. Я думаю, что это, наверное, не случайно. Христос, Он действительно, как Петр сказал, Он есть пастырь и начальник. Когда, говорит, явится пастырь и начальник, так и вот Он явился им. Я думаю, что их сердца, они были достойны узреть. И это, братья и сестры, очень важно, что действительно, как написано, чистые сердцем, они Бога узрят. Вот это удостоились, этой чести, увидеть Христа, эти пастухи. Удостоились этой чести, прийти и увидеть Христа, Спасителя, вот эти волхвы. Мы видим, как удостоился вот этой чести увидеть этот великий праведник Симеон, когда ему в высоте не умрешь, пока не увидишь Христа Господня. И он, придя по вдохновению в храм, принял этого Спасителя на руки и с такой радостной вид славит Бога, что ему удостоилось, и он увидит, ныне ты отпускаешь раба твоего в мир. Или, ибо видели, отчимы, спасение твое, которое ты уготовал пред лицом всех народов. Вот, братья и сестры, те ожидающие, те чистые сердцем, они, они узрят Бога. Поэтому, братья и сестры, в ожидании вот этого славного, которого мы ожидаем, прихода нашего Господа и Спасителя Христа, как мы видим в Писании нас во многих местах предупреждаем об этой славной великой встрече. И как мы должны к этому очень серьезно заботиться. Вот посмотрите, как апостол Павел говорит, это послание евреям, послание евреям, 9 главе, 28 стиху. Так и Христос, однажды принеся себя в жертву, чтобы поднять греки многих, во второй же раз явится, не для очищения греха, а для ожидающих его во спасение. Дай Бог, братья и сестры, чтобы мы действительно были похожи и на тех ожидающих, которые не то, что вот мы блаженный, чистый сердце Бога узрят, это там, в небесах, блаженный, чистый сердце они и здесь узрят Бога. Он и здесь будет выхваться сам, как мы читаем во второй главе, во второй главе Луки, где написано «Младенец же рос и укреплялся духом». Дай, братья и сестры, Бог, чтобы этот младенец рожденный, чтобы мы, как Павелы, поспешили к этому совершенству, к этой чистоте и праведности, к этому чувствованию Христового характера, его чувств, его природы, чтобы отобразиться в нас, весь наш цель и смысл жизни сейчас, чтобы нам действительно преобразиться в образ Христа. И дай Бог, чтобы, как мы списаны, чтобы этот младенец, который родился, он в каждом из нас действительно рос и укреплялся духом. Помоги нам, Господи, братья и сестры, чтобы мы действительно не только вот разное, вот это величайшее событие, но мы действительно со всей ответственностью, со всей нашей серьезностью отнеслись к тому, особенно вот в это время, которое мы видим, как это любовь, это вера христианская, как все, оно, как написано, по мере беззакония охлаждеет во многих любовь, и она действительно охладевает, братья и сестры. Это к величайшему сожалению, но каждый, каждый из нас, он в ответе за свое спасение, каждому для нас открыто это истина сегодня, примириться с Богом, чтобы этот младенец рожденный, это спасение, которое совершил Христос, чтобы оно не было тщетным для нас, чтобы мы действительно со всяким страхом и благоголением совершали свое спасение, вот, как Павел также сказал в послании он оставил нам следы, чтобы мы жили по следам Его, Его следы, братья и сестры, это вот оно все, Евангелие, которое, как он провозгласил эту Нагорную проповедь, этот весь закон Духа, он отображен, и чтобы мы, как Христос прошел, как он своей жизнью показал все, это любовь, это смирение, это терпение, это кровь, до смерти и смерти крестной, он все это совершил и возлюбил, и мы, братья и сестры, взирая на начальника и совершителя веры, будем совершать наше стрессование на этой земле, славить Бога, чтобы Он нас действительно возрастал, чтобы мы со страхом благовения служили Ему во всякое время, не только в собрание приходим, и это жизнь наша духовная, где мы бы не находились, как написано, вы говорите свет миру, да вы видели свет ваш и прославляли вашего Отца Небесного, ваших добрых делах, помоги нам, Господи, братья и сестры, чтобы мы действительно, благодаря Бога, за то, что Он нам явил эту великую любовь в Сыне Его Единародном, мы действительно, чтобы это все послужило нам ко спасению, посмотрите, вот мы читаем эту притчу о десяти девах и о многих других притчах, и все не познали Христа, и они были как бы верующими, познавшими, но вот пришел этот глаз, раздался, жених идет, и вот какая это ужасная картина, вошли эти пять разумных, закрылись двери, стучали другие пять неразумных, и какой он ответ услышали, без нами вас, пусть нам Бог поможет, нас откровение очень серьезно предупреждает такими словами, ты носишь имя будто жив, но ты мертв, сохрани Бог от этого состояния, чтобы нам, христианам, носителям это славное чудного спасения, открытый истинным, чтобы быть с таком состоянием, и поистине, братья и сестры, это самое страшное состояние христианам, когда они не живут по слову Бог, это самое страшное состояние, когда знавши слово, познавши его истину, она так пренебрежена и так спокойна, дай Бог нам, братья и сестры, дорожить этим всем, исполняться той верой, возрастать духовно, пусть Бог нас научит и откроет нам, и уразумит нас, а мы еще раз прославим Его в это утро и возблагодарим Его, по гостям благословения. Благословенный наш Бог вовеки, слава Тебе, что Ты, презревший на эту землю, Ты не оставил нас на вечное осуждение и поругание, но Ты дал нам свет и разум, Ты дал нам эти глаголы вечной жизни через возлюбленного Сына, Сына, и дал нам эти великие обетования, слава Тебе, наш Христос, Господь, что Ты пожелал прийти на эту землю, что Ты так уничижил себя, пришел послужить нам, Ты принял область раба и по виду садился как человек. Слава Тебе, Христос, наш Господи, научи нас так смиряться, научи нас так уничижаться, Господи, помоги нам взирать на Тебя начальника и совершителя веры, следовать, крепко держаться всех заповедей Твоих, Господи, мы просим Тебя, прости нас, где мы были не таковы, прости нас, Господи, научи нас так, и за это воскресное служение, которое Ты позволил нам собраться, слава Тебе, Господи, благослови, кто будет дальнейше проповедовать, взалмы, стихи, да будет во всем прославляемо Твое святое великое имя, Отец, Сын и Дух Святый, Аминь. Братья и Сестры, вы увидели предоставление на Дом Божий, брат Саша, помолися. После этого Братья и Сестры, пробуй и скажите. Братья и Сестры, совершим нашу молитву за наше пожертвование, пускай Бог всех гласит в этом служении. Молимся. Боже мой, Господи, мы благодарны Тебе, за Твою любовь к нам, Господь. Мы видим, Господь, при руках Божьей постеплено в каждом из нас. Боже, понимаем, Господь, приемлемый, что мы будем делать. Как насос Христот зазначен, светлый, оправданный. Мы благодарны Тебе, в той свете, в которой лежит позднее. Не стоит прожить огромное проливение. Аминь. 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 ПЕСНЯ 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 ПЕСНЯ